Следующий сообщитель о том, что на сегодняшний день, например, моя пресс-служба сообщила, что в соцсети ВКонтакте появился мой аккаунт. Я никогда не игрался на приверженном этой сети, никогда в ней не размещал ни статьи, не регистрировался. Зарегистрировался только в Фейсбуке. Сегодня этот аккаунт посмотрел. В принципе, вижу, что там фотографии с моего Фейсбука размещены. Размещены новости. Одна из новостей, в том числе, где я прошу поддержать данную петицию. Размещена она в 9.28 сегодня. Это тот момент, когда мы с вами были на заседании с полкома, и я был из полкома. Видимо, где-то по столу еще размещал и лайкал петиции, и новости. Понятно, что проанализировав два этих события, могу сказать, что действительно какая-то информационная атака уже началась. Продолжение истории со своим фейковым аккаунтом могу только предполагать, потому что, насколько я узнавал, просто так я его снять не могу. Для этого необходимо большое количество обращений из сети. Только потом администрация рассмотрит и снивит, либо не снивит, забанит, либо не забанит. Поэтому, я думаю, что видя, что новости обновляются, какого содержания дальше появятся новости на этом аккаунте, я не могу предположить. Но вижу, что сделано это для того, чтобы где-то, как сказать, правильно сказать, дискредитировать одно, да, где-то с кем-то поссорить, возможно, где-то столкнуть, где-то, чтобы это вышло на обсуждение. Поэтому, вот, хочу заявить, что никаких размещений новостей и вообще регистраций в сети и в других сетях, кроме как на фейсбуке, я не имею. На фейсбуке, да, есть. Сегодня поменял пароль на всякий случай, чтобы тоже не был взломан. Поэтому ожидаю, что дальше каких-то провокаций в сетях с использованием моего имени, ну, наверное, депутатом городского совета в том числе.